всем доброе утро немножечко такое заспанное пока лицо бегу на видите встречаю рассвет бегу на службу немножко уже опаздываю ну ладно ничего страшного сейчас главное в аварию не попасть какую-нибудь очередную а то тут я не помню рассказывал или нет тоже утром поехал на службу проехал полтора остановки и в аварию попали меня тогда так в темя шила будь здоров ничего несмотря на это я успел на службу сейчас такое небо знаете вот меня напоминает когда я мы на море ездили она такой какой-то затуманенная даже не облака как какой-то навис знаете вот не знаю как объяснить просто очень душно на улице если что очень душно из-за этого всего приходится духоту терпеть еще неделю у нас будет держаться 30 градусов это просто аномалия уже сентября нас все пойду я бегу я все мы закончили закончили попрощались мы с машуткой она уезжает нижний новгород наработку все лето закончилось отпуск закончился и мы с ней попрощались потому что когда уж мы увидимся теперь я не знаю но будем очень стараться видеться почаще то есть если я буду приезжать сюда если меня будут здесь рады видеть то я буду приходить обязательно в храм петь и так вот видеться обязательно грустно прощание становится каждый раз все слезливее и слезливее и грустнее и грустнее как-то и настроение даже уже такое дым все в дымке все заволокло заволокло и жара то ли горят чего-то там горит пожары лесные то ли то ли я не знаю но духа то страшная и неприятно летом такого нет чтобы все заволоченное было солнце даже не видно так она слегка слегка проблескивает я не можем короче приехал я кашану доехали мы на 141 автобусе все сижу на остановке жара очень-очень задолбала потому что я сейчас на маршрутке чуть уже сознание реально не потерял очень тяжело очень нужду душно жарко я не знаю я еще не выспался ни хрена и зачем не делать сейчас чем заняться в плане того что у меня в 14 45 танзилор вот а сейчас время только один с 02 может быть нереально поспать лечь как на паперте все такие котные вонючие я не потные не вонючий но сальцо у меня вот она я прям сияю весь но это потому что есть унистра намазал лицо кремом кремом плюс еще не брился я этим мазал после бритя который короче и еще немножко замазал синяки потому что и сегодня очень не выспался но это ничего не помогло как видите чуть ни хера ничего не помогает очень-очень жарко тушь на очень сально и знаете сидят все маршрутки и руками голыми друг об друга трогаются и так неприятно да он солнце видите укусилы кстати уже две мои маршрутки проехала но я не хочу на маршрутке ехать то что я только что с маршрутки слезть и сейчас опять на маршрутке место неплохо кстати что по поводу бассейнам еще прикол я расскажу люда короче вчера я сижу кушаю да кстати давайте я вам расскажу сижу значит кушаю и смотрю у меня на телефоне звонить незнакомый номер короче я незнакомые номера трубки не беру я не брал трубку и потом короче ушел короче не слышал не видел и телефон еще наверное где-то два пропущенных у меня короче в итоге три пропущенных было потом я смотрю от телефона ну я не заходил просто в интернет а потом решил зайти все таки потому что на я занимался вчера делами я слава богу написал дневник ура может меня поздравить вот за наушники уберу не знаю где коробочка я думал 14 мой нифига него короче вот захожу и значит в интернет чтобы посмотреть что там вообще кто мне чё пишет потому что мне вчера много кто писал я короче смотрю а там людом не пишет говорит куда она захочет она просто из-под земли достанет она где я нашла номер этого а алексея то есть кто мне продавал бассейн и говорит стал ему звонить звоню ему знать по словам люди он такой ну типа был обходительный он был такой ну короче мягко стилю как говорится да понимаете вот и короче он ей сказал что от меня никаких этих нет секунду я положу короче от меня никаких звонков не писем от меня не было я берем да что вы говорите ну типа я люди объясняю говорю ну вы же видели все видео я писал как бы и ничего и мне никто не отвечал а теперь оказывается что от меня нет ни звонков не обратно связи ничего он говорит типа что он ничего не писал я говорю ну конечно да вот короче он обещал типа разобраться с ситуацией потому что люду сказала что она как бы ну и мой юриста она ему стала что я обратился за помощью к юристу к ней вот ну и вот он видимо понял куда ветер дует потому что сразу же подсуетился мне три раза позвонил обещал все быстренько уладить я трубку не брал ну потому что я не видел потом вот что мне звонил но сам конечно же я перезванивать не буду потому что сколько уже можно бегать за ними если они заявили что я ничего им не писал хотя они сети их компания блять же 3 маршрутка проезжать мимо и они мне не отвечают и он заявил есть что я типа ничего не пишет как бы как минимум странно жду короче сегодня от него звонка посмотрим что он там мне скажет если он мне не позвонит я ему второй половине дня часть может быть в четыре а позвоню сам что еще а пришла мне значит обратка письмо на почту от компании best way слушайте ребят я тоже не знаю как мне быть потому что там была первая а значит в общем первое что они просили это документ подтверждающий короче мою покупку я говорю типа а что блять документ простите я же не в магазине покупаю я буду я могу сделать как бы перевод показать сделать скриншот перевода и отправить он перевод вот на что они мне сегодня отвечают присылает сообщение что типа это не является документом как бы да понимаете не является документом нужно типа что они мне написали а где я это возьму я даже не знаю что сам покажу Уважаемый клиент, скриншот перевода не является документом. Я еще раз говорю, я им присылала просто скриншот со Сбер онлайн, потому что у меня не было никаких чеков, ничего. Я даже этот чек не сохранил себе. Как бы перевод он есть и есть. То есть, как бы зачем мне сохранять какие-то чеки? Не является документом о покупке. Предоставьте, пожалуйста, чек от магазина. Товарный или кассовый. В случае дистанционной продажи вам могли предоставить электронный чек. Мне ничего не предоставляли, и теперь, короче, я не знаю. 14. Поеду я домой, короче. Поэтому не знаю я, что мне делать. Ребят, короче, сейчас я только-только вот вам записал видео. Сел на 14, доехал до дома. Во время пути мне звонит опять этот номер. Я, конечно, не люблю разговаривать по телефону во время движения автобуса, потому что все вещи на уши греют, все слушают. И плюс ко всему... Ну, сами понимаете, половину не раз слышу, половину там будешь переспрашивать и так далее. Но я решил взять, потому что, ну, если вопрос решается, то он решается. Ну, очень, короче, спрашивает меня, почему, типа, вы, типа, приплели сюда третью сторону? Для чего? Я говорю, ну, типа, какого хрена я еще кого-то приплетаю? Он говорит, вы не могли мне там позвонить, написать? Я говорю, во-первых, слушайте теперь меня. Два раза, говорю, было вам написано на Авито, вашу организацию. Он, типа, пишет, а, ой, не бежит, говорит, я вам могу, типа, скрины сейчас скинуть, у меня ничего нет. Потому что я врать, что ли, буду? Ну, это бред, это какой-то реально за дураков, что ли, держит или чего. Или я не знаю, может быть, они нас как-то там заблокировали так, что... Или там, чтобы мы не беспокоились. Я не знаю, как, ну, как может не прийти сообщение, я говорю, я вам дважды отправлял сообщение, ни одно сообщение, вы мне не ответили, что мне, говорю, делайте. Я, типа, обратился в службу. Он такой говорит, вот, типа, ну, начал мне говорить, там, объяснять, что-то там, короче, я так и не понял. Я говорю, я у вас купил продукт, вы мне ни на одно сообщение, на мою претензию не ответили, только в первый раз. Короче, он говорит, а можно сегодня, к вам можно, типа, с вами встретиться, чтобы, ну, обсудить вот это всё. Я говорю, да, приезжайте, конечно. Ну, всё, началось. Какая-то собачка прибежала, красивая, такая рыжая лайка, на лайку похожа, они её вся обтягивают. Ну, вот. Я говорю, да, конечно, приезжайте сегодня, пожалуйста. Путюм, разговаривают. Единственное, он говорит, типа, вы сегодня свободны? Я говорю, да. Единственное только, что у меня сегодня танзилгон, ой, танзелит, блядь, танзилор. И мне нужно, короче, будет сначала съездить туда, а потом уже только я после этого смогу. Но в любом случае, пускай приезжают и решают этот вопрос. Я её буду ждать. Посмотрим, что из этого всё выйдет. Просто это всё настолько тёмное, это всё настолько непонятно, что, ну, реально больше провозились, больше получили каких-то хлопот. И это, ну, как бы, а не положительных каких-то моментов. Ну, ладно, посмотрим. Если что, я вас буду в курсе держать. Блядь, всё, начала тявкать. До ночи будет теперь. Всё.